Доброго времени суток! С вами Александр. Итак, давайте продолжим изучение материала в программе Cinema 4D. Мы все еще находимся во вкладке цвет. Итак, мы сказали, что мы можем менять цвет вручную, можем ставить какие-либо текстуры, также можем выбирать текстуры в виде эффектов. И давайте рассмотрим еще парочку вариантов, что мы можем сделать. Давайте выберем градиент в виде текстуры. Здесь выберем снова шум. И обратите внимание на то, что у нас есть так называемые режимы смешивания слоев. Давайте интенсивность основного цвета убавим. Вот так вот. Сделаем с вами рендер. Посмотрим, что получится. Отлично. И теперь давайте попробуем как раз-таки изменить вот эти режимы смешивания. Давайте, допустим, изменим на накалить, например. А здесь поставим, допустим, синий. И посмотрим, как от этого изменится наш материал. Давайте сравним, что было, что стало. То есть, таким образом, выбирая различные режимы свешивания, вы можете получать и разные эффекты. Давайте попробуем вот насыщенность поставить. А здесь, допустим, накалить, изменим на умножить. Снова нажмем просчет. То есть, вот смотрите. Внизу, где мы с вами изменяли накалить, да, как раз изменился цвет на красный. И тоже мы получили совсем новый эффект. И еще, что хочу показать в этом небольшом уроке. Давайте мы все это удалим. Оставим только небо. Создадим плоскость. И хочу показать еще один способ, при котором волосы перенимают фоновый рисунок, который у вас нанесен на объекте. Так, этот материал я удалю. Он остался. Так, это тоже удалим. Не надо. Давайте создадим новый материал. И во вкладке цвет выберем текстуру. Я возьму фотографию, известную, наверное, многим девушке. Так, перенесем ее на плоскость. Давайте я разверну плоскость, и мы посмотрим, кто это. Те, кто смотрит сериал «Теория большого взрыва», наверняка узнали актрису, которая играет Пенни. Так вот, давайте на данной плоскости создадим волосы. Ничего менять не будем, кроме числа волос во вкладке «Волос». Снова увеличим до 100 тысяч. Заходим в настройки материала «Волос». Немножко изменим яркость основного цвета. Перейдем во вкладку «Поверхность». И поставим галочку. Больше мы ничего трогать не будем. Нажмем «Рендер». Как вы можете видеть, у нас буквально весь портрет актрисы вышит как бы волосками. Таким образом, вы можете создавать цвет вашей шерсти, волос из любой фотографии, любого рисунка. Давайте, немножко я не рассчитал, мы развернем плоскость все-таки к свету. Вот так вот. Немножко изменим ракурс камеры. Так вот. Выберем щетку. Немножко вот так вот. Замнем волосы. Можно зайти во вкладку «Хайр», «Динамика» и немножко сделать ослабление. Ослабить. Еще раз ослабить. И снова давайте сделаем рендер. По-моему, смотрится круто. Ну что ж, это все, что я хотел показать в этом уроке. Всем творческих успехов и пока! Субтитры сделал DimaTorzok